Американского посла Вашингтона, российского, мы договорились о том, что это будет решён. Они возвращаются на место своей, к месту своей службы постоянной. Ну, когда конкретно, там, завтра, послезавтра, это вопрос чисто технического характера. Договорились также о том, что Министерство иностранного отдела Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чём говорить. Завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американские, настроены на то, чтобы искать решения. Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения. По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась в Москву, здесь, пожалуй, нечего обсуждать. Вот так вот, в общих чертах примерно так. Давайте продолжаем. Давайте ИТАРТАС, пожалуйста. Передайте микрофон ИТАРТАС. Спасибо. Владимир Владимирович, Вы сказали, что одна из тем была стратегическая стабильность. Могли бы рассказать подробнее, какие решения по этому вопросу? Будет ли Россия и США возобновлять или просто начинать переговоры по стратегической стабильности и разоружению, и в частности по договору СНВ-3? Планируется ли начинать переговоры по дальнейшему его продлению? Может быть, пересмотру параметров или вообще подписанию нового договора в этой сфере? На Соединённых Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами, и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству современности ядерных вооружений. Мы эту ответственность осознаём. Я думаю, что для всех очевидным является тот факт, что президент Байден принял ответственное и, на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении договора СНВ-3 на 5 лет, это значит до 2024 года. Конечно, стоит вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под егидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России. Но коллеги на рабочем уровне определятся с составом этих делегаций, и с местом работы, и с периодичностью этих встреч. Пожалуйста, давайте тоже иностранным журналистам дадим. Давайте Матю Чанц. СНН. Матю Чанц. Матю Чанц. Субтитры создавал DimaTorzok Искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен. Что касается кибербезопасности, мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. Теперь по поводу того, кто на себя должен брать какие обязательства. Хочу вас проинформировать о вещах, которые известны, но не широкой публике. Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератантов в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские стороны и потом Великобритания. Россия в этом списке. Стран с территории, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится, как вы видите. Первое. Второе. На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Сиберпространства Америки. Как говорят наши коллеги, из киберпространства России. И два таких запроса в этом году. На все из них и в прошлом году, и в этом наши коллеги получили исчерпывающий ответ. В свою очередь, Россия направила в прошлом году, соответствующую структуру США, 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года – 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать. И вопрос о том, кто, в каком объёме, по поводу чего должен брать на себя обязательства, должен решаться в ходе переговорного процесса. На договоре, что консультации мы такие начнём. Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще для Соединённых Штатов, в частности, и для России тоже в таком же объёме. Вот, например, мы знаем о кибератаках на трубопроводную компанию США. Мы знаем также, что компания вынуждена была заплатить 5 миллионов на шантажистов. Часть денег, по моей информации, уже вернули из-за электронных кошельков, а часть нет. Но при чём здесь государственные органы России? Мы сталкиваемся с такими же угрозами, в частности, например, на систему здравоохранения одного из крупных регионов Российской Федерации. И мы, конечно же, видим, откуда происходит отдача. Видим, что эта работа координируется из киберпространства США. Я не думаю, что Соединённые Штаты, официальные власти, заинтересованы в манипуляциях подобного рода. Нужно просто отбросить всякие инсинуации на экспертном уровне, сесть и начать работу в интересах Соединённых Штатов и Российской Федерации. Мы, в принципе, об этом договорились, и Россия к этому готова. Продолжаем. Давайте Арти. Где у нас Арти? Я знаю. Арти. Дайте микрофон Арти, пожалуйста. Дайте микрофон. Какая-то часть вопроса была. Осталось бы не отвечать. Я думаю, что часть вопроса не ответила. Это правильно. Спасибо большое за что-то вернусь к мне, сэр. Итак, есть две другие части вопроса. Первая часть вопроса. Вы проведете в этих встречах, чтобы остановить Украину? Помните, почему этот сомит был называемый в первом месте, или в том числе, когда Россия была построила много сил. И вторая часть вопроса. Вы обязались прекратить нападки на оппозицию в России в отношении Алексея Навального? Значит, я не слышал эту часть вопроса, или её не перевели, или вы просто подумали и решили задать второй вопрос. Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно – способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути, без всякого сомнения. Между прочим, хочу обратить ваше внимание на следующее. Ещё в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовать минские соглашения. Смотрите, пожалуйста, это не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно писать предложение по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в Конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму Конституцию. Там так прописано. Первое. И второе, что граница между Российской Федерацией и Украиной в Донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов. Статья 9. Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооружённые силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе. Они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье. Выборы провести через три месяца после этих двух шагов. Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минскими соглашениями противоречит. Поэтому какие же здесь обязательства дополнительные можно взять для себя в России? Я думаю, что ответ понятен. Что касается учений, мы проводим учения на своей территории, так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам Соединенных Штатов Америки. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас. Поэтому озабоченности должны быть не о американской стороне по этому поводу, а о России. Но это тоже предмет разговоров и выяснения позиций. По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое. Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, что это подчеркнуло, игнорируя это требование закона, Этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал, я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть закинженным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чем здесь нужно говорить? Что касается таких, как он, и вообще системной оппозиции. К сожалению, формат этой конференции не дает нам поговорить об этом подробно. Но я хотел бы сказать следующее. Вот смотрите, я думаю, ничего сложного я не скажу. Это будет понятно. Если вы сочетете возможным объективно донести это до ваших зрителей и слушателей, я буду за это вам очень благодарен. Итак, Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом. И проигнорировали Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 17-м году. В законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это и есть в вашем законе. Теперь давайте задуматься вопросом. Если Россия враг, то какие организации будут поддерживать Америку в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые её сдерживают. А это цель Соединенных Штатов, заявленная публично. Итак, это организации и люди, которые способствуют реализации политики Соединенных Штатов на российском направлении. Как мы должны к этому относиться? Я думаю, что понятно, мы должны относиться к этому с осторожностью, но действовать будем исключительно в рамках российского закона. Мы должны быть руководителями и реагировать в Российской Федерации. Давайте, дайте Павлу Зарубину микрофон. А потом на Арти вернёмся. Павел Зарубин, ВГТРК. Я как раз хотел продолжить эту тематику. Мы и сейчас тоже все с вами свидетели, что с американской стороны постоянно звучит вот эта риторика о так называемых политических заключённых в России. А вот тема Навального, она вообще обсуждалась в ходе ваших переговоров с Байденом? И как обсуждалась, если обсуждалась? И ещё один важный вопрос. Мы все были свидетелями, конечно, что, скажем так, новый этап в российско-американских отношениях при старте президентства Байдена начался с очень грубого высказывания в ваш адрес. Вот по этому поводу как-то удалось, может быть, объясниться? Спасибо. Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе. Первое. Второе – по поводу грецких заявлений. Ну, что сказать? Совсем мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил. Мы объяснились. Меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться. Это ещё его инициатива. Мы встретились. И, повторяю, разговор был весьма конструктивный. Я лишний раз убедился в том, что президент Байден – человек очень опытный. Это совершенно очевидно. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами. Так подробно идёт разговор с глазу на глаз. Что касается различного рода обвинений, но, вспомните, его предшественник, ему задали такой же вопрос. Он уклонился. Действующий президент США решил ответить таким образом. И его ответ отличался от ответа господина Трампа. Вы знаете, в принципе, всё, что происходит в наших странах, так или иначе, за это несёт ответственность политическое руководство. И первые лица. Вот по поводу того, кто и где, в чём виноват, кто убит. Вы посмотрите, на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слова не успеешь сказать – уже стреляют. Либо в грудь, либо в спину. Вне зависимости от того, рядом с тобой дети, или человек просто, вот я помню, бросила машину женщина, побежала, ей в спину стреляют, застрелили. Значит, ну ладно, это криминальная вещь. Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали. Свадьбу уничтожали. Раз, два. Допустим, это ошибка. Такое тоже бывает. Но расстрел из беспилотников или из вертолётов. Явно гражданских лиц в Ираке. Явно гражданских лиц. Это что такое? Ну, кто несет за это ответственность? Кто убийца? Или по правам человека? Послушайте меня. Ну, Гуантанамо до сих пор работает. Вообще не соответствует ничему. Ни международному праву, ни американским законам. Ничему. А то есть, по существует. Тюрьмы. ЦРУ, которые были открыты в разных странах, в том числе и в Англии, в том числе и к тем лицам, которые получают деньги из-за рубежа, чтобы отстаивать интересы тех, кто им платит. Продолжаем. Арти, пожалуйста. Мурат Газдеев, РТ. Вопрос про Арктику. Вы говорили, что они разговаривали. США уже долгое время обвиняют Россию в милитаризации Арктики. Её союзники тоже, вот мы слышали недавно от секретаря Блинкина. Это в мае его озабоченность о действиях российских военных. Что именно говорил? Да, значит, эту тему мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно. Она очень важная и интересная тема, имея в виду, что освоение Арктики вообще, а северного морского пути в частности представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе и нерегиональных. И вот эти озлобоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем уточенную, разрушенную когда-то наброчную инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне, инфраструктуру и военную, и пограничную, и чего там не было, инфраструктуру, связанную с охраной природы. Мы там создаём соответствующую базу для МЧС, Министерства по чрезвычайным ситуациям, имея в виду возможность спасения людей на море, если до этого дойдёт, не дай Бог, или защиту окружающей среды. Вот я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой запущенности. Напротив, я глубоко убеждён, что мы можем сотрудничать и должны сотрудничать по этому направлению. Россия и Соединённые Штаты являются одним из восьми членов Арктического Совета. Россия – председательство этого года в Арктическом Совете. И, больше того, между Аляской и Чукоткой ещё, как известно, проходит пролив, как известный пролив, с одной стороны США, с другой стороны Россия. Всё это вместе должно нас подталкивать к объединению сил. Ситуация с использованием Северо-Морского пути, она регулируется международным правом. Собственно говоря, это два основных акта. Это Конвенция по морскому праву 1982 года, по-моему, так и Полярный кодекс, состоящий из нескольких документов и артифицированных в 2017 году. Я обратил внимание наших партнёров на то, что мы, Россия, намерены в полном объёме придерживаться этих международных правовых норм. Мы никогда ничего не нарушаем. Мы готовы оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северо-Морского пути. Вот сейчас, говорят, уверенно полгода навигация длится. На самом деле больше, и по мере изменения климата будет практически круглогодично. И с вступлением в строй наших новых ледоколов, включая ЛИИ, атомный ледокольный флот, на самой мощной в мире в России. На этом направлении на высшей степени востребован. Я напомню, что Конвенция по морскому праву, она посвящена тому, что описывает правовой режим мировых лодок, в частности, внутреннее море, территориальное море, прилегающее море, исключительно экономическая зона и свободное открытое море. Внутреннее море – это то, что находится как бы внутри территории. Затем территориальное море, 12 морских миров, прилегающее плюс ещё 12 морских миров. По территориальному морю прибрежное государство обязано предоставить мирный проход, в том числе и военным кораблям. Что касается внутреннего моря, там особый режим. Здесь мы ничего никому не обязаны предоставить. Ну, вот таких пространств внутреннего моря, чтобы вы представляли. Их, ну, если дай Бог памяти, пять. Обская губа, там, Енисейский залив и так далее. Всего пять. Ну, заливов или губ, так называемых, да? Общая протяжённость этой трассы – почти тысяча морских миль. Девятьсот, по-моему, шестьдесят миль. Ну, это наше суверенное право пропускать там сюда или нет. Но мы не злоупотребляем этим правом. Мы предоставляем всем желающим. Вот в прошлом году тысяча заявок было. По-моему, отклонили только десять заявок. И то, это в основном корабли под российским флагом, которые, как посчитали наши соответствующие контролирующие органы, отвечали требованиям Полярного кодекса. А он, Полярный кодекс, в свою очередь, определяет качество или требования к различным судам и техническим устройствам на них. Вот если мы все вместе, заинтересованные страны, в том числе, а мы же в эти предыдущие страны-члены Северного совета, вместе будем работать над решением всех этих вопросов, там есть вопросы, которые требуют дополнительного рассмотрения. Я просто не сомневаюсь. Мы найдём все решения, все разведки. Не вижу ни одной из проблем, которую мы не могли бы решить. Давайте НТВ и Рада Зейналова, пожалуйста. Продолжение следует... 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 и по людям, которые себя позиционируют как несистемная оппозиция. Я уже отвечал вашим коллегам, по-моему, Синет, да, но, видимо, таковы законы жанра, что нужно сказать, прямо отвечая на ваш вопрос, пожалуйста, я с удовольствием сделаю это ещё раз. Значит, в Соединённых Штатах принят закон, согласно которому США объявили о том, что будут поддерживать определённые политические организации в России. В то же время объявили Российскую Федерацию врагу, публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России. Вопрос, какие же организации политические, Соединённые Штаты и другие участники Западного Сообщества, должны поддерживать в России, если они при этом ещё и мы платят. Ясно, что мы, так же, как американцы, в 30-е годы объявили их иностранными агентами. Но работа не запрещена, они могут работать. Объявление иностранным агентам не прекращает деятельность той или иной организации. Если организация имеет экстремистский характер, это другая история. И вот та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам. Публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия и совершеннолетних. Это запрещено российским законом. И публично давала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом на показ установочные данные по личности. Америка совсем недавно стала тяжелейшими событиями после известных событий, после убийства афроамериканца и создания целого движения. Я сейчас не буду это комментировать. Просто хочу сказать, что то, что мы видели, погромы, то, что мы видели нарушение закона и так далее, и так далее. Мы сочувствуем американцам, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории. И сделаем всё для того, чтобы этого не допустим. И какая-то боязнь здесь совершенно ни при чём. Хотите, пожалуйста, дайте микрофон, пожалуйста. Да, микрофон. Вы не ответили на мой вопрос, сэр. Если все ваши политические противники живы в преследовании, похоронены, то это не может создать сообщение, что вы не хотели правильный политический борьб. Вам не нужна честная политическая конференция. Значит, по поводу того, кого убьют или в тюрьму бросят. Вот с политическими требованиями люди вошли в Конгресс США после выборов. 400 человек, против 400 человек, возбуждено уголовное дело. Им грозит тюремное заключение до 20, а может быть, до 25 лет. Их объявляют внутренними террористами. Обвиняют в ряде других преступлений. 70 было арестовано сразу после этих событий. И 30 из них до сих пор находятся под арестом. То, что на каком основании, непонятно. Ведь никто из официальных властей штатов нас об этом не информирует. Значит, одну из участниц, там погибло несколько человек, одну из участниц, полицейский, просто застрелила на месте. При этом она не угрожала полицейскому оружию. Во многих странах происходит всё то же самое, что у нас. Хочу ещё раз подчеркнуть. Мы сочувствуем тому, что произошло в США. Но мы не хотим допустить, чтобы то же самое происходило у нас. Давайте ещё буквально пару вопросов, потому что дальше продолжается программа президента. Пожалуйста, дайте микрофон. Давайте. Здравствуйте, Дмитрий Лару, газета «Известия». Удалось ли с американской стороной договориться о возвращении некоторых россиян, которые отбывают наказание в американских тюрьмах? Если да, то когда это может произойти? Спасибо. Мы говорили об этом, президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это обсуждали. Там могут быть найдены определённые компромиссы. Министерство национального дела России и ГУЗИП США поработают в этом направлении. Давайте ещё вот телеканал России, заключительный вопрос. Здравствуйте, Михаил Антонов, телеканал «Россия-1». Вы сказали, что обсуждали с Байденом торговлю. Это, наверное, та самая позитивная повестка, которой может быть. Бизнес с обеих стран заинтересован в развитии. Какие вы здесь видите перспективы? Спасибо. Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны. Мы же не вводим к этих ограничений. Я думаю, что после введения определённых ограничений в сфере экономики, товарообменов, Соединённых Штатов потеряли не меньше, чем Россия. Да, это как-то повлияло на наше развитие. Отчасти, в этом смысле, США выполнили свою задачу сдерживания развития России, но ничего критического здесь нет. Абсолютно. Это первое. Подождите. Второе. Это касается заинтересованности американского бизнеса. Ну, 200 человек было… Самая большая делегация – 200 человек. Самая большая делегация – это американская делегация на Петербургском экономическом форуме. В результате того, что введены ограничения, в том числе для американских компаний, американцы ушли с потерями и отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран. Ну, вот мы говорили об этом. Ну, зачем? Смысла практически. Никакого о потере есть. У нас торговый оборот в США сейчас – 28, по-моему, миллиардов долларов. Но в первом квартале текущего года он подрос на 16,5%. Если такая тенденция сохранится, мне кажется, что это пойдёт на пользу всем. Мы говорили об этом. Давайте, знаете как, вот пару-тройков вопросов отсюда, пару-тройков отсюда. Хорошо? Давайте колесников сюда добавить. Вот девушка вот сидит. Пожалуйста, да. Андрей, девушке уступим. Она сейчас зажгёт. Она сейчас зажгёт. Она сейчас зажгёт. Она сейчас зажгёт. Анн Симмонс, Wall Street Journal. Господин президент, спасибо большое, что у меня есть возможность задать вопрос. Несколько лет назад вы встретились с президентом Байденом, когда он был вице-президентом. И он сказал, что он посмотрел вам в глаза. И он там не видел души. И вы сказали, что значит мы понимаем друг друга. Скажите, пожалуйста, вы ему посмотрели в глаза. И что вы там видели? Вы видели человек, с которым вы можете работать? И скажите, пожалуйста, президент Байден, он пригласил вас посетить Белый дом. Если так, вы согласились туда поехать? Спасибо, да. Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия. Что касается посмотреть в душу, увидеть там, не увидеть чего-нибудь, я слышу это не в первый раз. Я, честно говоря, такого разговора не помню, но допускаю. Это как-то прошло мимо моего внимания. Но если вы меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден, я могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это все сразу видно. Но он вспоминал немножко о своей семье и так далее. О том, о чем мама с ним говорила. Это такие важные вещи они имеют, вроде бы как прямого отношения к делу. Но тем не менее, тем не менее, все-таки показывает уровень его или качество его моральных ценностей. Это все достаточно привлекательно. И мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке. Совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза, и клясть в личной любви и дружбе. Совсем нет. Мы защищаем интересы наших стран, народов. Эти отношения всегда, прежде всего, носят прагматические характеристики. Да, Андрей Калесников. Андрей Калесников, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, и все-таки по результатам этой встречи у вас появились какие-то новые иллюзии? У меня и старых-то не было. Какого вы взяли про иллюзии? Иллюзий никаких нет. И быть не может. Да, давайте вот сюда переедем. Ну вот, не знаю. На галерке там руки поднимают. Ну, пожалуйста, дайте микрофон. Девушка сейчас сама решит, кому давать микрофон. Все принеси к нам. Здравствуйте, Павел Ремнев, телеканал «Звезда». Владимир Владимирович, два вопроса тоже. Относительно глобальных изменений в климате, говорили ли вы с президентом Байденом? И второй вопрос относительно американских СМИ. Вот вы недавно давали большое интервью NBC. Вам кажется справедливым, что вы даете американским средствам массовой информации интервью, в то время как американские президенты не дают интервью нашим средствам массовой информации? И находите ли вы эти влияния этих интервью позитивным, если ваши слова искажают постоянно? И, ну, собственно говоря, разговаривать не очень уважительно. Спасибо. Ну, вы знаете, по поводу искажений, там, недомолок или наоборот каких-то атак. Ну, это вот... Ну, такова практика международных отношений сегодня. Ничего здесь не сделаешь. Я к этому привык давно. С этим мы все живем десятилетиями. Ну, чего вы. Значит, что касается, кто, как ей интервью дает, это решает соответствующий лидер или сторона, если хочет что-то донести дополнительно до людей. Ну, мы стараемся это сделать. Мои интервью американских, именно с этим связаны. Что касается деятельности наших массовой информации вообще, ну, вот, например, президент Байден поставил вопрос о работе свободы и своих свободных Европах в России, которых мы объявили иноагентами. У меня стало впечатление, что члены американской делегации не знали, что до этого у нас всего-то два таких средств массовой информации, которые работают на зарубежной аудитории, Russia Today и спутник. До этого американская сторона объявила их иноагентами у себя, лишила аккредитации. И только то, что мы сделали, сделали в ответ. При этом Russia Today выполняет все требования американского регулятора и закона. В соответствующем образом там регистрируются и так далее, и так далее. Хотя им создают достаточно много проблем с наймом персонала, с финансовыми проводками и так далее. У нас таких проблем нет, и, к сожалению, американские средства массовой информации не выполняют до конца требования российского закона. Мы объяснили на этот счёт. Надеюсь, что и в этом направлении нам удастся через Министерство иностранных дел на работу на войну. Давайте сюда вернемся. Хорошо. Я, правда, девушку имел в виду. Спасибо большое. Галина Полонская, Евроньюз. Галина Полонская, Евроньюз. Мы все видели, как вы пожали руку Джо Байдену в самом начале. И мой вопрос таков. Удалось ли всё-таки выйти на новый уровень взаимопонимания? Главное – доверие президентам США. Считаете ли вы реалистичным на данном этапе выйти на новый этап отношений, когда они будут абсолютно понятными, прозрачными, собственно, то, к чему обе страны хотят прийти? Знаете, Лев Толстой как-то сказал, в жизни нет счастья, есть только зорницы его. Горожите им. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зорницы его, мне кажется, кормят. Хорошо. Ну, пожалуйста, вот микрофон. У вас микрофон, а вы хотите ещё второй. Потому что тут не подключён. Иван Благой, Первый канал. Скажи, пожалуйста, тема коронавируса, конечно, одна из самых важных сейчас на планете. Обсуждалась ли эта тема на встрече с американским президентом? Если да, какие возможны перспективы работы совместно с американцами для того, чтобы побороть эту заразу? Может быть, что-то и речь идёт в том числе о взаимопризнании вакцина? Мы упомянули эту тему, но только вскользь. Значит, как вы знаете, ещё при приезжей администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны и направили туда даже нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка – большая, мощная страна, и дело не в том, что у них там денег не хватало. Просто в тот момент они крайне нуждались в системе КВЛ. Мы это сделали, как вы знаете, сделали абсолютно бескорыстно. И мы готовы к сотрудничеству по этому направлению и в будущем. Но подробно мы об этом сегодня не говорим. В связи с президентом Трампом, после этой встречи отношения между странами ещё более ухудшились. Есть ли какие-то факторы, которые позволяют рассчитывать на то, что это не произойдёт снова? Достигли ли мы в отношениях США того дна, от которого можно оттолкнуться? Спасибо. Нет, трудно сейчас сказать, потому что все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороны. Что там конгрессмены, а не народ запретательный? Что они там придумывают? Конгрессмены довольно инвентивны, и я не знаю, что они будут инвентивны. Да, пожалуйста. Александр Гамов, «Комсомольская правда». Я не знаю, вы в курсе или нет, наши выиграли у финнов 1-0 счет. Вот, если оценивать, допустим, с таких же позиций встречу Байдена и Путина, какой счёт у этой встречи? Второй вопрос. Всё-таки американцы до того, как сюда приехали, в Женеву, они чуть не каждый день говорили, будем давить на Россию, будем давить на Путину. Вы ощутили этого давления, и как вы ему противостояли, и, наверное, это главный вопрос, который Россию интересует. Мне так кажется, как наш Путин там себе вылзеет. И вы знаете, я думаю, в принципе, достаточно. Спасибо. Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый и без всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем. Я повторяю ещё раз, ни с нашей стороны, ни с их стороны никакого давления не было, да и бессмысленно, люди же не для этого встречаются. Первая часть вашего вопроса – отчёт. Вот, по-моему, до нашей встречи президент Байден сказал, что это же не какие-то спортивные соревнования. Я в этом смысле с ним полностью согласен. Что мы здесь будем счета восстановлять? Встреча была в целом результативной. Она была предметной, конкретной и проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результата. А главная из них – это вот те зорницы доверия, о которых мы сейчас говорили с вашей коллегой, с Евро-Ньюсом. BBC News. Ну, пожалуйста. BBC News, please. Спасибо. Стивен Розенберг, BBC News. Владимир Владимирович, Чоу Байден призывает за стабильные предсказуемые отношения с Россией. Но на Западе считается, что непредсказуемость – это черта российской внешней политики. Готовы ли вы отказаться от непредсказуемости ради улучшения отношения с Западом? Спасибо. Вы – большой компилятор. И достигли в этом известного уровня искусства. Вам можно позавидовать. Первая часть вашего вопроса – на Западе считают. А вторая часть вопроса – готовы ли вы от этого отказаться? Ведь если на Западе считают, это совсем не значит, что так оно и есть. Вот позвольте мне ответить сначала на первую часть вашего вопроса. Вы сказали, на Западе считают, что российская внешняя политика является непредсказуемой. Вы сказали, что США в 2002 году из договора по ПРОП абсолютно непредсказуемый. Зачем надо было это делать, разрушая основу международной стабильности в сфере стратегической безопасности? Потом выход из договора по ракетам средней и меньшей дальности в 2019 году. Чего же здесь стабильного? Ничего стабильного нет. Выход из договора по открытому не было. Чего стабильного? Почти ничего не осталось. Но, слава Богу, президент Байден принял в сфере стратегической стабилизации. Президент Байден принял абсолютно адекватное решение о порадлении СНВ на 5 лет. Значит, вот если вы возьмёте ситуацию, связанную с Украиной, с Крымом, от этого всё пляшем, правда? Спрашивается. А что стабильного в том, что поддержали государственный переворот на Украине, когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции? Он готов был, по сути, уйти к власти и через там место треба объявить новый выбор? Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который приёл к известным последствиям Юго-Востока и Крым. И вы считаете, что мы ведёмся непредсказуемо? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведём себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам. И полагаю, что для того, чтобы ситуация была действительно стабильной, нам нужно договориться о правилах поведения. Во всех этих областях, которые мы сегодня упоминали, это и страх стабильности, это кибербезопасность, это решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всём этом можно договориться. Во всяком случае, у меня сложилось сегодня такое впечатление по результату нашей сферической темпы. Спасибо. Пожалуйста. Ну, давайте всё-таки будем... Про что? Обман. Синий туман, обман. Сейчас песни начнём петь, но нас не поймут ваши иностранные коллеги. Давайте дадим слово кому-то из иностранных изданий. Дима, Bloomberg, давайте. И закончим. А вы... Заключительный вопрос. Девушка, выключите. Bloomberg News или Архивов? Владимир Владимирович, вот у вас в 2016 году после встречи с Трампом были очень быстро приняты американские санкции, ну, очередной раунд. Вы получили ли на переговорах сегодня с Джо Байденом какие-то гарантии того, что пока в ближайшее время санкции с американской стороны в отношении России не будет? И вот по поводу результативности, о которой вы говорили, о том, что эти зачатки доверия обозначились. У вас есть к Байдену с точки зрения выполнимости тех начальных договорённостей, о которых мы сегодня разговаривали, больше доверия и уверенности, что он это сможет сделать? Потому что считается, что государственный американский аппарат, да, более солидарен с мини-президентом США сейчас, чем во время правления Донольда Трампа. И вот те моменты, о которых вы говорили, по поводу консультаций по кибербезопасности, по консультациям по Украине, не понял, будут ли какие-то по кибербезопасности, там, созданы рабочие группы, да? И вот те красные линии, о которых вы сказали, вот всё-таки вы их конкретно друг к другу обозначили, и можете вы всё-таки нам сказать? Спасибо. По поводу этих красных линий я уже сказал много раз, значит, это всё, это понимание рождается в ходе переговорных процессов по ключевым направлениям взаимодействия. Пугать друг друга бессмысленно, когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, когда не делаются, значит, не нужно встречаться. Что касается санкций, значит, ограничений в экономике, я уже сказал, мы не знаем, каковы настроения там внутриполитические, не знаем расклад сил, то есть мы знаем, но мы не можем в детали там понять происходящие события. Поэтому есть противники развития отношений с Россией, есть сторонники, какие там силы возобладают, мне трудно сказать, но если после нашей встречи начнутся шаги, о которых вы вспомнили в 2016 году, это будет означать что? И уже заключительный вопрос, журналистки из Канады. Мир вечер, Mr. President, thank you for the opportunity. I'm Tamara Alteresco from Radio Canada. You said to a couple of my colleagues you wanted unbiased. Can you give a translation? Do you hear me now? По-русски? Не хотят канаду. Раз, два, три, четыре, есть перевод в русский? Хорошо. Нет, нет перевода. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, проверка связи русской канады. I will try and repeat. Сейчас, может, на другой канал перейдут. Опробуйте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, есть канады. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, я не слышу ничего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, русский. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Проверка звука 121, 122. Сейчас, сейчас, секундочку. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...